Два года назад скачал игру по БГ на телефон. С тех пор с ней не расстается. Рассказывает девятиклассник Ахмед Дадаев. Он занял второе место в финале Киберлиги Российского движения школьников по Центральному федеральному округу. 85 человек боролись за звание победителя, что сделало состязание по-настоящему напряженным. Единственный фактор, который на меня давил, это слишком большое количество участвовавших людей. И то, что было мало матчей. Это такая игра, где какие-то факторы зависят только от удачи. Техника, конкуренция и графика. То, чем привлекла мобильная игра по БГ. Залог успеха в терпении регулярной практике и умении анализировать действия соперника, делится юный киберспортсмен. Я, когда только начинал играть, более-менее вот эти вот турниры, я смотрел за другими игроками. Как они играют, что они в той или иной ситуации делают, как они там двигаются, как они мыслят. Сейчас Ахмед активно готовится к ОГЭ. Говорит, невзирая на стереотип о том, что учеба и мобильные игры несовместимы, успеть можно везде. Главное – поддержка родителей и грамотное распределение времени. Мои родители меня поддерживают в этом плане, то, что я играю, но поддерживают меру. То есть и отец, и мать, они следят за моей успеваемостью в школе. И там в случае замечаний из школы или плохих оценок вводят, конечно, какие-то санкции для меня. То есть я не сижу, типа, днем и ночью не играю, я занимаюсь и учебой. Именно это увлечение помогает ему и в информатике, и в других предметах. Он талантлив не только в своем киберспорте, у него есть таланты и в других областях, и в спортивных, и в образовательных. Ахмед с нетерпением ждет совершеннолетия. Ведь именно тогда он сможет официально участвовать в большинстве турниров. А пока набирается опыта и совершенствует свои навыки. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».